Вы отправились в поход по дикой местности и ищете безопасное место, чтобы разбить лагерь. Под ногами весело трещат старые листья и сломанные ветки, а по деревьям беззаботно скачут белки. Вдруг вы замечаете что-то совершенно неожиданное. Вдалеке между деревьями показалось какое-то бетонное сооружение. Это очень странно, ведь вы находитесь в самой чаще дремучего леса, и поблизости нет ни городов, ни поселений. Вроде как. Итак, вы с друзьями решили сойти с тропой, чтобы взглянуть на это поближе. По мере приближения вы понимаете, что это лестница, и ведет она в никуда. Хм, что она вообще тут делает? Это вообще возможно? Вы включаете режим Шерлока Холмса, чтобы провести тщательное расследование. Может, раньше здесь стоял дом, который с годами разрушился, и лестница – это единственное, что от него осталось. Однако затем вы понимаете, что здесь нет и следа каких-то руин или фундамента. Словно кто-то просто отрезал лестницу от своего дома, как кусок торта, и поставил ее здесь без всякой причины. Как бы то ни было, вы совсем не продвинулись в расследовании. Что-то здесь кажется неправильным. Чем дольше вы смотрите на это странное сооружение, тем больше чувствуете нечто сверхъестественное. Что-то вам подсказывает, что нужно как можно скорее покинуть это место. Вообще, это нередкое явление – такие случайные лестницы в лесу. Некоторые из них сделаны из дерева, другие – из кирпичей или камней. Они выглядят очень древними, а другие этапы, словно их построили только вчера. Единственное, что у них общего – все они ведут в никуда и находятся в очень таинственных местах. Одна из самых известных находится в Честерфилде, штат Нью-Гэмпшир. Это длинная, средневековая каменная лестница с римскими арками посреди леса. Говорят, она была частью замка мадам Антуанетты Шири, известной певицы из Парижа. Замку было около ста лет. В 1962 году от него не осталось ничего, кроме этой лестницы. Возраст еще одной таинственной лестницы составляет около 9 тысяч лет. Она находится в лесу в Италии. Это даже ряд лестниц, которые ведут к крошечной платформе наверху. Зачем вообще с таким трудом возводить сооружение, если оно никуда не ведет? Некоторые эксперты думают, что это могла быть какая-то ритуальная башня. Но на самом деле это могло быть что угодно. В Индийском океане есть аномалия, известная как понижение геоида в Индийском океане. Она вызывает самое заметное искажение естественной гравитации на планете. Залежи тяжелых полезных ископаемых, глубоководные впадины и резервуары магмы нарушают магнитное поле в этой области. Земная гравитация меняется в разных местах по всей планете. Это позволяет находить закономерности и выяснять, что происходит под поверхностью. Поля с высокой гравитацией говорят о плотных залежах и наоборот. Есть теория, что эта аномалия — вмятина в мантии планеты, которая прокладывает путь к Коре. На острове Ни-Хау отсутствуют все современные блага цивилизации. Там нет машин, и все жители ходят пешком или ездят на велосипедах. Видимо, поэтому у них такие стройные ноги. А еще там нет водопровода, интернета и магазинов. Единственная школа на острове питается от солнечной энергии с помощью резервного генератора. И что самое удивительное, это единственная школа в США, которая питается от солнца. Жители острова должны соблюдать свод основных правил, нарушение которых грозит выселением. Недалеко от Бангкока, на северо-востоке Таиланда, есть скальное образование, возраст которого 75 миллионов лет. Эти скалы похожи на трех плывущих китов. Прекрасный природный монумент известен как «Скала трех китов». Миллионы лет назад в этом месте была пустыня, но земля менялась, и со временем песчаник был раздроблен движением тектонических плит и эрозией. Так возникли эти невероятные образования. Вокруг скалы трех китов много живописных водопадов и изобилие фауны и флоры. Эти огромные ямы были обнаружены в 2014 году на полуострове Ямал, в Гыданском полуострове. И они все еще меняются, эволюционируют, становятся шире и возникают все чаще. Конечно же, есть очень много разных теорий их возникновения. От ударов метеоритов до внеземных цивилизаций. Но, скорее всего, это всего лишь реакция газообразного метана с молекулами воды. И происходит это из-за того, что вечная мерзлота нашей планеты начала таять. Это привело к появлению пузырей метана, которые стали прорываться сквозь лед. Возраст кратеров может составлять тысячи лет, но наверняка никто ничего не знает. Вы едете в штат Нью-Мексико, в маленький городок Таос. 2% местных жителей каждый день слышат странный шум. Некоторые считают, что шум возникает из-за технологий, которыми пользуются гости из других галактик. Другие верят, что в городке обитает нечто зловещее. Они говорят, что Таос проклят. Какой-то злой дух наказывает людей за то, что их предки совершили в прошлом. Ученые не могут объяснить природу этого звука. Другая теория гласит, что причина шума – необычное акустика места. А кое-кто и вовсе считает, что это просто галлюцинация. Некоторые слышат звук, потому что все о нем говорят. И мозг создает иллюзию звука, которого на самом деле не существует. Кроме того, все еще и очень по-разному его воспринимают. Для одних это низкий гул, для других – нечто жужжащее. Но это не единственное место, где можно услышать нечто странное. Есть один звук, который называют гул. И люди по всему миру утверждают, что они его слышат. Часть жителей маленькой деревни в Шотландии описывают его как низкий и густой гул. Жители Флориды тоже слышали нечто подобное. Точно неизвестно, когда это явление возникло, но впервые средства массовой информации заговорили о нем в 70-х годах прошлого века в Англии. А еще есть письменные свидетельства о таинственном жужжании, которым уже почти 200 лет. Считается, что этот гул слышат лишь около 2% людей на планете. Возможно, их уши улавливают какие-то низкочастотные волны, или причина кроется в чем-то совершенно другом. А может, они просто слышат, как кто-то напевает песню, не зная слов. Да-да, этой штуке тоже примерно лет 200. Этот вулкан в Индонезии извергает ярко-голубую лаву и производит электрическое сине-фиолетовое пламя. Это потому, что уровень содержания серы в нем – один из самых высоких в мире. И там стоит невероятно жуткий запах. Когда сернистые газы попадают в раскаленный воздух и загораются от расплавленной лавы, они отсвечивают синим. В этом кратере находится самое большое кислотное озеро на Земле. Да, запах там тот еще. Подводные реки и озера не зря прозвали бассейнами с рассолом. Из-за высокой солености их вода плотнее, чем морская. Поэтому она находится на дне, образуя реки и озера. Там есть и собственные волны. И эти волны иногда могут плескаться о береговые линии. Если погрузиться туда на подводной лодке, она просто плавала бы на поверхности бассейна с морской водой. Но без подводной лодки находиться в таком озере весьма рискованно. Там содержится много токсичного метана и сероводорода. Так что лучше там не нырять. Пещеры кристаллов в Мексике – это место с самыми удивительными кристаллами в мире. Из-за уникальных условий они вырастают до невероятных размеров. Влажность воздуха в пещере очень высокая, а в воде содержатся тонны минералов, благодаря которым некоторые кристаллы вырастают длиннее телефонных столбов. Цилиндрические снежные пончики образуются, когда ветер начинает раскатывать снег по заснеженной местности, словно он лепит снежный ком. Но цельный ком слишком тяжел для ветра, а снежные пончики в середине полые, их внутренний слой слишком тонкий и сдувается при образовании, что делает его легче снежного кома. Вот почему он двигается. Снежные пончики встречаются редко, потому что для них нужны определенные погодные условия. Данакельская котловина в Эфиопии – одно из самых необычно выглядящих мест в мире. Там много горячих источников неонового цвета, бассейнов славы и обширных соляных равнин. В котловине нужно быть очень осторожными, вокруг токсичные газы, а большинство бассейнов сверхкислотные. Так что лучше в них не купаться, это шутка. Слышали когда-нибудь историю про 28 тысяч резиновых уточек, которые в 1992 году оказались в море? Перевозивший их корабль попал в сильный шторм во время плавания из Гонконга в США, и контейнер с этими игрушками исчез в океане. Прошло несколько десятилетий, а часть этих уток все еще плавает в океане. Их видели в Южной Америке, на Аляске, Гавайях и даже в Австралии. Хм, как же круто с ними купаться! Знакомьтесь, это Денис. Кажется, этот парень просто магнит для плохой погоды и стихийных бедствий. Смотрите. Однажды Денис замечает, что его пес чем-то обеспокоен. Он то и дело царапает входную дверь, бродит по дому, пытается спрятаться в угол, воет и лает. Если в шкафу начинают звенеть кружки, Денис понимает, что к чему. Шум создают фаршоки, толчки, предвестники землетрясения. Часто землетрясение происходит группами. После нескольких слабых, скорее всего, произойдет еще одно, посильнее. А незадолго до катастрофы люди могут заметить странные синие огни. Кажется, будто некоторые из них выходят из-под земли, а другие парят в воздухе. Это огни землетрясения. Они могут появиться за несколько дней или секунд до того, как земля начнет двигаться. Теперь Денис идет по берегу океана. Вдруг он видит, что вода быстро отступает от пляжа. О-о-о, Денис, убегай как можно скорее и найди какую-нибудь высокую точку. Приближается цунами. От скорости реакции зависит ваша жизнь. Если Денис замечает странное и неожиданное повышение уровня моря, это тоже может быть признаком приближающегося цунами. Так происходит в 40% случаев. Видимый прилив — это первая волна цунами. Вторая, намного больше первой, придет примерно через 10 минут. Денис замечает, как морская вода пузырится, закручивается и создает причудливые узоры. Еще один верный признак приближающегося цунами. Ммм... Денису кажется, что с Солнцем происходит что-то странное. Сквозь специальные солнцезащитные очки он видит, что его контур стал неровным. Если странные лучи сопровождаются полярными сияниями по всему миру, это признак солнечной бури. Обычно они происходят из-за волнений в магнитном поле Солнца. При этом всплески газа и радиации на его поверхности такие большие и мощные, что могут добраться даже до нашей планеты. К счастью, для людей солнечные бури не опасны. Но они могут вызвать проблемы с электричеством, вплоть до его отключения. Небо над головой Дениса темнеет и становится зловеще зеленым. Что-то бьет его по лбу. Ай! Оказывается, это градина. Но на улице не так уж холодно и дождь не идет. Вскоре парень слышит какой-то шум, который быстро превращается в громкий рев. Это похоже на приближение товарного поезда. Но это не поезд, а торнадо! За облаком из обломков не видно его воронку. Но парень ни с чем не перепутает этот вращающийся столб воздуха. Денис, ты куда-то едешь? Тогда отойди от машины как можно дальше. Быстро найди ров, ляг в него и накрой голову руками. О, ты дома? Тогда отойди от окон и спрячься в подвале, если можешь. И, пожалуйста, Денис, будь очень осторожен, если заметишь конусовидные облака. А если увидишь, что такое облако начинает кружиться, немедленно ищи укрытие. Оно превращается в торнадо за считанные секунды. Хотя Денису следует беспокоиться только о теплых конусовидных облаках, потому что холодные абсолютно безвредны. Единственная проблема — это выяснить температуру такого облака. Мда. О, смотрите. Денис только что заметил деревья странной формы. Они растут на склоне и выглядят как буква «Джей». Это значит, что, скорее всего, земля под его ногами будет неустойчивой. Если он продолжит тут ходить, то может вызвать сильный оползень. Квадратными называют волны, которые пересекаются друг с другом под прямым углом. Красивое зрелище. Денис, не лезь в воду! Лучше наблюдай за волнами с берега. Встречные течения здесь могут запросто утащить под воду даже опытного пловца. Денис идет вдоль берега и вдруг замечает штормовые волны, несущие водоросли и океанский мусор. Что ж, пора отойти от берега. Денис знает, что это может быть признаком сильного обратного течения, которое способно унести пловца далеко в океан. Прогуляемся в парке. Денису эта идея нравится. Светит солнышко, на небе не облачко. Вдруг парень замечает быстро растущее вертикальное облако. Оно кажется ярко-белым, но по мере приближения становится плотным и черным. Небо темнеет, поднимается ветер. И Денис замечает, что его волосы встают дыбом. Это значит, что в него вот-вот ударит молния. В этот момент по его телу поднимаются положительные заряды, которые тянутся к отрицательно заряженной части грозы. И если быстро не среагировать, заряды встретятся. Спрятаться негде, поэтому Денису нужно присесть и попытаться выглядеть меньше, чем предметы вокруг него. Только не ложись на землю. Если почва влажная, она станет отличным проводником электричества. Есть и другие признаки опасности во время грозы. У Дениса могут потеть ладони. Он может слышать потрескивание и жужжение от металлических предметов поблизости. Кожа может покалывать. Во рту появляется странный металлический привкус. Скорее всего, Денис почувствует запах хлора. Так пахнет озон. Электрические разряды расщепляют молекулы азота и кислорода на отдельные атомы. Когда атомы снова соединяются, некоторые из них производят молекулы, состоящие из трех атомов кислорода – озон. Во время грозы мы чувствуем его запах, потому что нисходящие потоки воздуха приносит нам этот газ с больших высот. Некоторые насекомые тоже чувствуют приближение грозы. Они замораживаются, чтобы переждать ее. Поэтому Денис знает, если насекомые вокруг выглядят сонными, нужно приготовиться. Кстати, пчелы могут предсказывать сильные ливни. Насекомые начинают работать намного усерднее за день до начала дождя. В сезон проливных дождей Денис гуляет рядом с рекой и слышит гроб. Парень напуган. Скорее всего, к нему приближается наводнение. Вскоре он видит обломки, падающие вниз по течению. Вода быстро меняет цвет, становится мутной и темной. Такие наводнения крайне опасны, поэтому действовать нужно быстро. На другой день Денис видит огромную стену из облаков. Кажется, что она простирается на несколько километров. В лучшем случае это признак грозы. Но если стеновое облако начинает двигаться по кругу, ждите торнадо. Денис идет по снежному полю в горах, прислушиваясь к тому, как хрустит лед под его ногами. Но звук какой-то глухой. Денис, быстро проверь, нет ли вокруг твоих следов трещин. Если есть, то на тебя вот-вот обрушится лавина. И вскоре Денис ее замечает. Он делает все возможное, чтобы уйти со склона. Наверное, парень смог бы обогнать лавину, направившись вниз по склону, а затем свернув в сторону. Но не в этот раз. Денис понимает, что времени мало и идет к ближайшему дереву. Если крепко за него держаться, лавина вас не тянет. Но если не получится, нужно попытаться подплыть к поверхности снега, пока лавина еще движется. Теплым летним вечером Денис замечает, что листья с мягкими стеблями внезапно поникли. Что ж, это может быть из-за приближающейся грозы. Перед резкой сменой погоды воздух становится более влажным. Листья тоже намокают и становятся тяжелыми. Поэтому ветер легко их переворачивает. Денис живет в старом доме и уже привык к трещинам на стенах. Но однажды он замечает, что некоторые из них стали шире. Смотрите, появились новые. Это нехорошо. Денис живет в местности с большим количеством известняка. Поэтому новые трещины могут означать, что рядом с его домом вот-вот образуется провал. Парень спешит домой, стараясь не обращать внимания на шельфовые облака. Они выглядят волшебно. Такие облака образуются, когда теплый и влажный воздух попадает в восходящий поток и чаще всего означают приближение грозы. Привет! Вы когда-нибудь слышали об огненной радуге? Я вот раньше не слышал. А как насчет окологоризонтальной дуги? Вообще-то это одно и то же. На первый взгляд это похоже на картину. Или на брызги радуги в небе. Несмотря на название, у огненной радуги нет ничего общего с огнем. С дождем тоже. Это явление происходит в редких случаях, когда Солнце светит сквозь определенный тип ледяного облачного образования. Радужные гало столь же уникальны. Опять же, для того, чтобы поверхность Земли согнула свет Солнца в идеальное кольцо, необходимо наличие определенного типа ледяных кристаллов в облаках. То же может произойти и с лунным светом. Единственное различие в том, что лунные гало обычно белые, а солнечные – радужные. Оказавшись высоко над уровнем моря, вы можете своими глазами увидеть снега кающихся. Это ледяные шипы естественного происхождения. Для их образования необходима действительно холодная и возвышенная среда с сухим воздухом. Солнечный свет превращает лед в пар, а не плавит его в воду. Именно поэтому на поверхности Земли появляются эти лезвия из снега и льда. Несмотря на суровое название, выглядят они мило, хотя и достигают высоту 4,5 метров. А что бывает, когда маленькие капельки лавы встречаются с ветром? В основном – волосы пели. Слово «пели» происходит от древнего гавайского символа вулканов. Когда ветер подхватывает маленькие капли лавы, он вытягивает их в пряди, похожие на волосы, подобно процессу создания стеклянной проволоки. Эти тонкие нити могут растянуться на расстояние до 2 метров. В редких случаях дождь может идти и без облаков. Но так ли это на самом деле? Давайте рассмотрим научную основу этого редкого явления. Иногда его называют солнечным дождем, потому что кажется, что капли падают прямо с солнца. Но вы, наверное, догадываетесь, что солнце тут ни при чем. Дождевые облака находятся на некотором расстоянии от этого конкретного места. Когда лучи солнца направлены под углом, облака становятся невидимыми. Добавьте немного ветра, чтобы сдуть дождь в вашу сторону, и тадам! Вы получаете солнечный ливень. В Боливии находится место под названием Салар-де-Уюни. Это самая большая соляная равнина в мире. Здесь также сосредоточена половина мировых запасов лития, важнейшего компонента для производства батарей. Но что еще такого особенного в этом месте? Каждый раз, когда наступает сезон дождей, он превращает этот участок в идеально зеркальное озеро. Что приходит на ум, когда вы слышите о кровавом водопаде? Фильм ужасов! На самом деле это просто серия водопадов, расположенных в одном из самых сухих регионов Антарктиды. Они вытекают из подземного озера, наполненного особым видом бактерий. Эти маленькие организмы используют сульфаты в качестве топлива вместо сахаров, что делает их очень интересными для ученых. Вода, содержащаяся в этом озере, настолько насыщена железом, что при контакте с воздухом ржавеет. Отсюда и красноватый цвет водопада, который подарил ему название. Хорошо, вы, наверное, слышали песню о розе пустыни. Но знали ли вы, что роза пустыни действительно существует? Это не растение, а уникальная форма минерала гипса. Она развивается в сухих песчаных местах, которые иногда затапливаются. Постоянное переключение между влажной и сухой средой позволяет кристаллам гипса возникать между песчинками, задерживать их и создавать форму, напоминающую розу. Слышали когда-нибудь про око Сахары? Ученые до сих пор пытаются выяснить, как оно образовалось. Его можно увидеть, только пролетая над ним. По сути, это купол естественного происхождения, образовавшийся примерно 100 миллионов лет назад. Я этого не застал, да. Его диаметр составляет около 40 километров. Образование состоит из множества концентрических колец. Самое большое из них центральное, имеет диаметр около 30 километров. Астронавты были одними из первых, кто заметил его, и с тех пор его изучают. И по сей день астронавты, которые готовятся приземлиться во Флориде, понимают, что они уже почти дома, когда видят око Сахары. Одно из самых красиво окрашенных деревьев в мире растет на Филиппинах и в Индонезии. Оно называется радужным эвкалиптом. Своё название оно получило благодаря коре, которая меняет цвет и отслаивается по мере старения дерева. Ярко-зелёная кора самая молодая, поскольку в ней содержится хлорофилл, обычно встречающийся в листьях. Затем она становится фиолетовой, а потом красной. В итоге она становится коричневой и теряет хлорофилл. Не думайте, что это целый лес. Это одно единственное дерево. И нет, это не оптический обман. Просто под почвой находится сеть корней, соединяющая около 47 тысяч древовидных форм, которые вы видите над землей. Растение называется тополь осинообразный. В совокупности эти деревья – один из самых старых и крупных организмов в мире. Вот хорошее место для путешественников, а может быть и не очень хорошее. Согласно последним данным НАСА, озеро Маракабая в Венесуэле – это место, где чаще всего в мире происходят грозы. Из всех дней в году 300 дней здесь сопровождаются грозами. Но почему же грозы над этим озером случаются так часто? Потому что прохладный горный воздух встречается с теплым влажным бризом и генерирует электричество. Водопад Вечного Огня находится на севере штата Нью-Йорк, недалеко от канадской границы. В этом районе есть крошечный водопад с большим секретом – природным факелом высотой около 20 сантиметров. Месторождение природного газа служит топливом для пламени за водопадом. Водопад защищает огонь, так что он горит практически всегда. Туристы зажигают его заново, если вдруг увидят, что он потух. Следующее явление на самом деле довольно распространено. Но этот конкретный случай получил большую популярность, потому что он моложе остальных и хорошо смотрится на фотографиях, будем честны. Я слышал о желтом, белом и даже черном песке. Но я никогда не слышал о зеленых пляжах до сих пор. Махана Бич, также известный как пляж зеленого песка, находится на Гавайях. Это один из немногих пляжей в мире с зеленым песком. Уникальный цвет песка обусловлен оливиновой породой, которая образовалась при извержении вулкана. Скажу по секрету, что вулканов на Гавайях хоть отбавляй. Зеленые пески – это прекрасно, но в мире много пляжей, которые светятся ночью. Свечение на 100% природное, и отвечает за него фитопланктон, также известный как микроводоросли. По сути, это маленькие растения, содержащие хлорофилл, которым для жизни и роста необходим солнечный свет. Большинство видов фитопланктона плавают в верхней части океана, где много солнечного света. Когда фитопланктон взбудоражен движением волн и течений, он излучает свет, который становится различим по ночам. Эти особые микроорганизмы встречаются на пляжах во многих местах по всему миру, например, на Мальдивах, в Пуэрто-Рико и Флориде. У основания горы, расположенной недалеко от города Афтон, в штате Вайоминг, протекает речка под названием «Прерывистый источник». Таких рек в мире всего три. Что делает эту маленькую ниточку воды такой загадочной? Может быть, тот факт, что она начинает и прекращает течь каждые несколько минут? Ученые пока не могут определить, почему это происходит, и они предполагают, что глубоко под землей происходит эффект сифона, который заставляет реку то течь, то останавливаться. Если вам интересно увидеть это своими глазами, приезжайте в конце лета, так как именно в это время «Прерывистый источник» наиболее активен. Камни катятся по склонам урчащего вулкана, толкают другие, более крупные камни, лежащие на их пути, и в итоге падают в океан огромным каскадом, вызывая настолько высокую волну, какой мы еще не встречали. Именно это может произойти, если спад Хелина, который находится на большом острове, обрушится в воду. Вулкан Килауэа сложно назвать спящим. Последнее извержение произошло в 2018 году. Обычно его извержения сопровождаются землетрясениями разной силы, и с каждым из них магматические породы на склонах вулкана смещаются вниз. Эти скальные образования называются спадами, и спад Хелина является самым известным из них. В 1868 году смещение спада вызвало приливную волну, поднявшуюся на 18 метров. Но большее беспокойство вызывает тот факт, что 110 тысяч лет назад местный оползень привел к одному из самых мощных землетрясений, которое, в свою очередь, спровоцировало мегацунами больше, чем 300 метров в высоту. Ученые беспокоятся, что подобное может произойти и в будущем. Если они окажутся правы, волна может накрыть весь остров Гавайи и без труда добраться до побережья Северной и Южной Америки. Тем не менее, геологи уверяют, что такой оползень вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Для этого еще слишком рано. Но когда это все же случится, последствия будут катастрофическими. Приятного дня! Национальный парк Йеллоустон в западном США известен своими великолепными видами, особенно красочным, большим, призматическим источником в сердце парка. Но мы должны помнить, что Йеллоустон – это прежде всего гигантская кальдера, по сути, дремлющий супервулкан. Разница между обычным вулканом, например, Киллоуэ, и супервулканом в том, что последний в тысячи раз мощнее. Представьте себе извержение, выбрасывающее тонны огромных камней и реки раскаленной лавы, образующие облака пепла, которые парализуют перелеты не на одну неделю. А теперь умножьте это на тысячу. Так и будет выглядеть извержение Йеллоустона. Сначала огромная территория в центре национального парка начнет трястись и трескаться, а затем выстрелит вверх мегатонным взрывом. Потоки лавы и куски магматической породы покроют площадь около ста квадратных километров, примерно половину Вашингтона, округ Колумбия. Но опаснее всего будет вулканический пепел. Пепельный шлейф поднимется на несколько километров над поверхностью, и ветер разнесет его во всех направлениях. Поскольку извержение будет очень мощным, площадь распространения и ущерб тоже будут намного сильнее, чем обычно. Пепел тяжелый и плотный, поэтому он укроет огромную площадь одеялом, уничтожая урожай и разрушая даже здания. Что еще хуже, он распространится по воздуху и заблокирует солнце, что приведет к значительному падению температуры и искусственной зиме. Даже обычные вулканы способны понизить мировую температуру на несколько градусов. Супервулкан потенциально может вызвать новый ледниковый период. К счастью, шансы на извержение Йеллоустонского супервулкана в ближайшем будущем или вообще когда-либо очень малы. За всю историю Земли это происходило всего трижды, и нет никаких доказательств того, что катастрофа повторится. Ученые оценивают вероятность извержения в ноль целых четырнадцать сто тысячных процента. Это меньше, чем шансы на уничтожение Земли в результате падения астероида. Кстати, об этом. Если бы динозавры могли говорить или были бы живы, если уж на то пошло, они бы сказали, что угроза астероида очень даже реальна. Ученые из НАСА говорят, что отследили девяносто процентов всех околоземных астероидов значительных размеров. И ни один из них не вызывает опасений. И все же есть десять процентов неизвестности. Более того, астероиды могут менять траекторию полета из-за притяжения других небесных тел. И в итоге свернуть в нашем направлении. Повезло же нам! Если достаточно крупный астероид, к примеру, чуть больше полутора километров в диаметре, ударит в Землю, сначала он вызовет взрыв достаточно мощный, чтобы уничтожить с десяток больших городов за доли секунды. Затем удар поднимет воздух облака пыли и обломков, в которой закроет Солнце так же, как и вулканический пепел, и погрузит планету в зиму длиной в несколько веков. Но даже если он упадет в океан, что более вероятно, вызванная ударом волна поднимется на несколько километров вверх, смыв прибрежные города с лица планеты. Но это, по крайней мере, не вызовет новый ледниковый период. Хоть ученые уверены, что в ближайшем будущем такого развития события опасаться не стоит, полностью исключить угрозы нельзя, и человечеству нужно хотя бы пять лет, чтобы к ней подготовиться. Если крупный околоземный астероид внезапно изменит курс и свернет к нашей планете, у нас не останется ни шанса на выживание. Кто хочет посмотреть фильм-катастрофу? Однако куда более вероятный катаклизм спрятан прямо у нас под ногами. Это разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Он готов разорваться уже несколько лет, и по оценкам ученых, землетрясение вдоль этой линии может случиться в ближайшие 30 лет. Когда это произойдет, ничего хорошего ждать не стоит. Ожидаемая магнитуда составит 8 баллов, что сравнимо с самыми разрушительными землетрясениями в истории. Опаснее его делает то, что в Калифорнии находятся одни из самых густонаселенных городов западных штатов, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Здесь много небоскребов, которые особенно уязвимы для подземных толчков. Землетрясение в Сан-Андреас может нанести огромный ущерб как городам, так и сельской местности. При худшем сценарии Земля может треснуть, разрушая здания, фермы и меняя ландшафт. И все же ученые считают, что вероятность такого землетрясения в ближайшие 30 лет равняется всего 7%. Поэтому есть довольно большой шанс, 93%, что мы его не застанем. И все же существует еще одна угроза землетрясения неподалеку от Калифорнии. Мега-землетрясение в Чили. Страна расположена прямо над зоной субдукции, местом, где две тектонические плиты встречаются, наслаиваясь друг на друга. В месте пересечения из-за постоянного движения скапливается напряжение, и когда оно достигнет определенной точки, возникнет огромное землетрясение. В последние годы Чили пережила множество землетрясений, и ученые обеспокоены, что они могут быть всего лишь подготовкой к чему-то более масштабному. Они считают, что крупное землетрясение произойдет до конца столетия, и оно может иметь разрушительные последствия для прибрежной зоны. Даже мелкие землетрясения вызывали цунами, которые затапливали западное побережье, а мега-землетрясение вполне может поднять волну невообразимой высоты. С другой стороны, теперь Чили знает, что нужно заранее готовиться к грядущим природным катаклизмам, и геологи уверены, что люди смогут эвакуироваться до начала землетрясения. В сентябре 1859 года астроном Ричард Кэррингтон смотрел на Солнце и неожиданно заметил на его поверхности яркую вспышку. Он сделал об этом заметку в записях, но осознал, насколько это было важно только несколько дней спустя. Энергия вспышки достигла Земли и ударила прямо в нее, вызвав северное сияние над Кубой и неполадки в работе телеграфных линий по всему миру. Это была геомагнитная буря, получившая название События Кэррингтона Подобные бури довольно часто обрушиваются на Землю, но ни одна из них не достигала мощности события Кэррингтона ни до, ни после. Однако в 2012 году астрономы зарегистрировали похожую вспышку, энергия которой чуть не достигла Земли. Случись она на неделю раньше, у нас были бы огромные неприятности. Сегодня человечество полагается на электричество почти во всех аспектах жизни, и мощная геомагнитная буря окажет сильное влияние на электромагнитное поле Земли. Все электроприборы или выйдут из строя, или подвергнутся короткому замыканию, и огромные трансформаторы, питающие практически всё, полностью выйдут из строя. На их восстановление уйдут годы, а стоимость такого масштабного отключения энергии будет исчисляться триллионами долларов. Хуже всего то, что наука практически бессильно предсказать солнечные бури. И даже если бы мы знали о них заранее, мы не смогли бы их остановить. Вспышка происходит за доли секунды, и частицам требуется около восьми минут, чтобы достичь атмосферы Земли, вызывая возмущение. Отключение электричества произойдёт чуть позже, примерно на следующий день, когда огромное облако плазмы доберётся до нашей планеты. На данный момент мы не способны защититься от солнечной бури, а шансы на то, что в следующие несколько лет одна из них окажется достаточно мощной, чтобы отключить всё электричество, довольно высоки. Около 12%. Единственное хорошее во всём этом то, что теперь мы знаем о такой возможности и можем, по крайней мере, заранее подготовиться. Эй, не забудьте упаковать бельё и носки, они всегда пригодятся. Цунами в день подарков. Индонезия. Подводное землетрясение началось утром. Его толчки вызвали серию волн цунами, самый большой достигал высоты Триумфальной арки в Париже. Мегацунами, вызванное вулканом Унцзен. Мощное извержение вулкана вызвало оползень из 400-летнего лавового купола. Он стремительно пронёсся через город Симабара и достиг моря, вызвав мегацунами. Катастрофа на плотине Вайонг. Мегацунами Италия. Оползень унёс в озеро более 800 тысяч кубических метров леса, почвы и камней. Тёмная стена воды закрыла небо над крошечной деревушкой у подножья плотины Вайонг. Затем с оглушительным рёвом волна перехлестнула край плотины и понеслась вниз, сметая всё на своём пути. Мегацунами, вызванный извержением вулкана горы Сент-Хелленс, США. Верхние 400 метров горы Сент-Хелленс обрушились, вызвав массивный оползень. Часть этой лавины попала в озеро Спирит, что вызвало серию волн высотой с Эйфелеву башню. Цунами в заливе Литуя на Аляске Оползень, вызванный землетрясением, привёл к образованию мегаволны. Она охлынула через мыс и полностью смыла все деревья, растительность и почву. Молокаи, Гавайи Треть вулкана восточной Молокай обрушилась в Тихий океан. Это вызвало цунами размером с Шанхайскую башню, второе по высоте здание в мире. Волны достигли берегов Мексики и Калифорнии. Цунами, вызванное юкатанским астероидом. Астероид, который, по слухам, уничтожил динозавров, упал на полуостров Юкатан. Он вызвал мега-цунами, самое грандиозное в истории Земли. Первая волна была почти в два раза выше самого высокого здания в мире. Бурджхалифы. Ураган Мич. Мич возник в западной части Карибского моря. Вскоре он усилился и стал восьмым самым мощным атлантическим ураганом в истории. Чудовищные ливни, вызванные ураганом, обрушивали на Землю по 10 сантиметров осадков каждый час в Гондурасе на протяжении двух дней, став причиной просто ужасающих оползней и наводнений. Ураган Ален. Необычный и чрезвычайно мощный. Один из немногих, который достиг пятой максимально возможной категории опасности и нанес ущерб более чем на 2 миллиарда долларов. Великий ураган. После разрушения Барбадоса ураган содрал кору с деревьев, растущих на Мартинике и Сент-Люсии и двинулся еще дальше. Это ужасное стихийное бедствие длилось 6 дней. Ураган Дориан. Это самый мощный тропический циклон из всех когда-либо обрушивавшихся на Багамы. Ураган разрушил большинство Ураган Вильма. Ураган сформировался в Карибском море неподалеку от Ямайки и направился на запад. Через два дня он набрал достаточную мощь, чтобы превратиться в самый сильный ураган из всех когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане. Ураган Патриция. Обычный ураган быстро сформировал четко очерченный глаз и всего за сутки превратился в ураган пятой категории. В какой-то момент он двигался быстрее, чем Феррари на максимальной скорости. Все это позволяет причислить Патрицию к самым интенсивным тропическим циклонам из всех когда-либо зарегистрированных в мире. Камчатское землетрясение Это случилось ранним утром в 130 километрах от берегов Камчатки. Подземные толчки вызывали цунами. Первые две волны были просто катастрофичными и добирались до отметки 18 метров в высоту. Третья была гораздо слабее. Землетрясение Вальпараиса Чили Это произошло примерно в 5 утра на стыке двух тектонических плит. Цунами, вызванное землетрясением, уничтожило почти тысячу километров береговой линии Чили. Землетрясение в Тахоку, Япония Первые подземные толчки начались на большой глубине. Землетрясение было настолько сильным, что переместило главный остров Японии. Оно даже сдвинуло планету с оси на 25 сантиметров и увеличило скорость ее вращения. Эта катастрофа также вызвала цунами высотой 40 метров, которое пронеслось на 10 километров вглубь страны. Землетрясение в Индийском океане Суматра Разлом вдоль двух тектонических плит стал причиной страшного подводного землетрясения. Оно началось примерно в 8 утра недалеко от Северной Суматры, Индонезия. Заставило планету вибрировать на 10 сантиметров и вызвало целую череду землетрясений по всему миру вплоть до Аляски. Землетрясение в Страстную Пятницу Аляска Самое мощное землетрясение зафиксированное в Северной Америке, которое длилось 4 минуты и 38 секунд. Трещина длиной 965 километров стала причиной ужасных оползней и 8-метрового цунами. Целые районы побережья Аляски, которые находились на расстоянии до 320 километров от эпицентра землетрясения, опустились на 2,5 метра. Другие части поднялись на высоту до 11,5 метров. Вальдивия, Чили Великое Чилийское землетрясение началось во второй половине дня и продолжалось не менее 10 минут. Катастрофа затронула территорию размером с Калифорнию. Она вызвала цунами, которые достигли берегов Гавайи, Японии, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии. Продолжительность среднестатистического торнадо обычно составляет менее 10 минут, но бывают и исключения. Торнадо в Эль Рино Смерч вошел в историю метеорологических наблюдений как самый широкий из когда-либо зафиксированных. 4 километра 200 метров в диаметре. Торнадо в городке Перевилл, США. Это произошло примерно в 2 часа ночи. Началось все с поломки деревьев и разрушения нескольких каменных строений. Затем торнадо набрал силу, сравнял с землей двухэтажные здания, перевернул и разбросал по всей округе автомобиля. Как будто это были детские игрушки. Торнадо в Мур. Бридж Крик. Ужасающий по своей мощи Смерч как-то пронес и по городу Бридж Крик. Его ширина варьировалась от полутора до двух с половиной километров, а скорость ветра превышала 480 километров в час. Это стихийное бедствие нанесло ущерб в размере одного миллиарда одного миллиона долларов. Торнадо в провинции Манитоба, Канада. Выдающийся торнадо бушевал почти три часа. Он поломал огромное количество деревьев и инженерных столбов, повредил дороги и фермерские дома, но чудесным образом обошел стороной все крупные города на своем пути. Самый продолжительный в мире одиночный торнадо пронесся на 350 километров через штаты Миссури, Иллинойс и Индиану. При этом обычно средняя продолжительность пути торнадо не превышает 8 километров. Торнадо в Тупила и Гейнсвилле в США. Один из самых разрушительных торнадо Америки состоял из 12 разных одиночных торнадо, уничтожавших все на своем пути. Внезапные сильные наводнения, вызванные этим стихийным бедствием, значительно усугубили ситуацию. Оползень Вайэнд, Италия. В 10 часов вечера с вершины горы Монте-Ток сходит оползень объемом в 100 великих пирамид Гизы. Все эти горные породы рухнули в водохранилище плотины Вайэнд, из-за чего образовалась цунами, которая оказалась выше, чем мост Золотые Ворота. Оползень в провинции Юнинань, Китай. Лавина камней, валунов и грязи, такая большая, что могла бы целиком заполнить Сиднейскую гавань. Образует плотину на реке Дзиньша. Оползень на реке Хида, Япония. Вызванный ливнем гигантский поток обломков и мусора размером примерно с 300 тысяч олимпийских бассейнов сходит вниз и останавливается, столкнувшись с другим, более ранним оползнем. По пути сметает с дороги два автобуса. Перу. Оползень сошел в Андах, в долину притока Рио-Монтара, длинной реки, протекающей через всю центральную часть Перу. Весь процесс занял не более трех минут. Оползень двигался со скоростью до 120-140 километров в час. Он также оставил след из обломков длиной 8 километров. Усойская плотина, Таджикистан. Вызванный землетрясением магнитудой 7,4, гигантский оползень сошел на реку Мургаб и перекрыл ее течение. Так появилась Усойская плотина, одна из самых высоких в мире. Оползень Сент-Хелленс США 8.30 утра после катастрофического по своей мощи землетрясения вся северная сторона горы Сент-Хелленс откололась и моментально сошла вниз. Это самый крупный из всех известных в мире оползней. Ущерб составил почти 3 миллиарда долларов. Оползень Бонневиль США В середине 15 века произошло одно из самых грандиозных землетрясений в истории, которое вызвало небывалый повеличение оползень. Невероятное количество селя сошло со столовой горы и легло на площадь более 8 квадратных километров, запрудив реку Колумбия плотиной высотой 60 метров и длиной 5,5 километров. В самом сердце густого леса человек отправляется в поход, погружаясь в потаенные глубины этого природного уголка. Но это не обычная прогулка среди деревьев, а жуткая и леденящая душа открытия. Наш главный герой с искоркой любопытство в глазах обнаруживает нору, скрытую в тени. Любопытство пересиливает страх и наш исследователь подходит ближе. Это не случайная нора, она принадлежит лисе. Если это неправильное решение и надо просто убежать. Весной, когда природа оживает, наполняясь энергией, на свет появляются лесятры. Именно в это время их мамы-лисицы ищут защиты в своих подземных убежищах. В остальное время года лисы предпочитают греться на солнышке, отдавая предпочтение миру над землей, за исключением тех случаев, когда погода меняется в худшую сторону. Именно во время самых неблагоприятных условий они укрываются в своих норах, защищаясь от непогоды. Эти норы, называемые лисьями, состоят, как правило, из нескольких входов, изредка засыпанных землей мусором. В зимние месяцы трудолюбивые лисы старательно роют дополнительные норы в преддверии наступающей весны. Иногда среди остатков их подземных ходов встречаются останки погибших лисей, что свидетельствует о круговороте жизни в этих запутанных подземных сетях. Если исследовать окрестности лисей норы, то можно заметить свежие следы пищи, остающиеся у норы в апреле и июне. Именно в этот период, когда игривые лисята выходят из убежища, можно обнаружить остатки их пиршеств. Восхитительный признак начинающейся жизни. Как же выглядят эти норы? Ведь в лесу есть и другие животные с такими же жилищами. Давайте перейдем к сути вопроса. Лисьи норы неуловимые убежища этих озорных существ обычно располагаются в местах изобилующих пышной зеленью. Их можно встретить, спрятавшись под укрытием дерева или под внушительными скалами. Если вы наткнулись на уютную нору, которая кажется специально созданной для лисы и почувствовали ее неповторимый аромат, сопровождаемый другими интригующими признаками, например, разбросанными костями, то, скорее всего, вы обнаружили лисью нору. Увы, мой любопытный друг, не существует надежного рецепта того, где эти хитрые лисы предпочитают устраивать свои норы. Они обладают удивительной способностью приспосабливаться к самым разным условиям. Будь то открытые луга, густые леса или даже неумолимая тундра. Представьте себе, что нора лисы состоит как минимум из 4-5 секций. Это парадный вход, пандус, само логово и потайная комната, служащая тайником для хранения продуктов. В зависимости от размера стаи могут быть предусмотрены дополнительные помещения для размещения целой банды лисиц. А теперь представьте себе торжественное открытие лисей норы. Вход и пандус образует коридор, уходящий вглубь земли на 1-2,5 метра и соединяющий внешний мир с уютным убежищем внутри. Но это еще не все. Лисицы, будучи хитрыми и запасливыми животными, складируют добытые сокровища в норах. Да, у них есть тайники, куда они прячут все свои аппетитные находки. Количество комнат в норе может варьироваться в зависимости от размера стаи, ведь эти умные существа заботятся о том, чтобы в норе было достаточно места для рождения и воспитания очаровательного потомства. Они могут даже рыть дополнительные туннели и делать дополнительные входы, чтобы было удобнее. Теперь поговорим о кулинарных делах лисиц. Лисы проворные гурманы. Они запасают пищу в больших количествах, чтобы пережить зиму и брачный сезон. Однако это не скряги. Обычно они запасают столько, чтобы хватило на несколько дней, ведь они не каждый день лакомятся свежей добычей. Их кладовые часто украшают ягоды и фрукты, а центральное место в них обычно занимает любое деликатесное мясо. Интересно, насколько близко друг к другу расположены лисьи норы. Если земля изобилует пищей и пресной водой, то в радиусе 26 квадратных километров вы можете наткнуться на 2-3 лисьи норы. Если же ресурсы скудны, возможно, придется расширить поиск до 52 квадратных километров, чтобы найти всего одну нору. Но на этом история не заканчивается. Лисы, как и подобает их находчивой натуре, часто имеют несколько норов. Основную нору, часто называемую «родовой», они хранят из сентиментальных чувств. Кроме того, они держат запасную нору на случай непредсказуемых обстоятельств. Не стоит забывать о том, что брошенные или одолженные норы они считают своими. Какие ловкие плуты, не правда ли? Теперь поговорим о самих этих удивительных существах. Лисицы представлены восхитительным разнообразием видов, размеров и вариаций, разбросанных по всей нашей планете. Но главной звездой шоу является рыжая лисица, которая встречается на всех континентах, кроме морозной Антарктиды. Хотя большинство лисиц предпочитают спокойствие сельских ландшафтов. Не удивляйтесь, если они осмелятся заглянуть в городские и пригородные жилища, где их путь может пересечься с человеком. Встреча лисы и человека история двух крайностей. Одни добрые души пытаются задобрить этих животных, предлагая им лакомые кусочки и угощая их прямо из своих ладоней. С другой стороны, есть и те, кто трепещет при одной мысли о лисе, боясь ее коварного и свирепого характера. А теперь представьте себе такой сценарий. Что будет, если лиса подойдет к вам или начнет нападать? Как правило, лисы не представляют угрозы для человека и не вынашивают никаких злых намерений. Они предпочитают питаться мелкими млекопитающими или домашним скотом, оставляя агрессию для охоты или самообороны. Тем не менее, известны случаи, когда лисы пересекались с человеком, в том числе и те, что закончились печально. Поэтому очень важно знать, какие действия следует предпринять, если лиса приближается лисы действительно могут быть одомашнены. Однако в душе они остаются дикими и их действия могут быть совершенно непредсказуемыми. Они могут ненадолго принять свою прирученность, но почувствовав угрозу, голод или просто испугавшись, вернуться к инстинктам. Естественно, лисы воспринимают нас, людей, как потенциальную угрозу и в наших интересах отвечать им взаимностью на осторожность. Никогда не пытайтесь подойти к лисе, даже если она кажется послушной и дружелюбной, так как ее характер может измениться в считанные секунды и застать вас врасплох. Избегайте резких движений и не поддавайтесь желанию приблизиться, так как это может опугать нашего друга. В большинстве случаев, заметив поблизости человека, лиса быстро убегает или прячется. Однако, если вы оказались в ситуации противостояния с лисой, то лучше всего сделать шаг назад и дать ей свободу действий. Если лиса упорствует в своем приближении или если вы встретили поблизости несколько лис, мой дорогой друг, обходите их стороной, не приближайтесь к ним и не пытайтесь их кормить, особенно с рук. Пусть они занимаются своими лисими делами, а вы понаблюдайте за ними со стороны. В ситуации, когда лиса попала в ловушку, например, зашла в помещение, я призываю вас сохранять спокойствие. Не повышайте голос и не создавайте лишнего шума, так как это может спровоцировать лису на нападение. Вместо этого держитесь на безопасном расстоянии от животного и обеспечьте ему путь к отступлению. Убедитесь, что двери и окна не закрыты и дайте лисе свободу, к которой она стремится. Тогда она быстро уйдет. Однако, если судьба вам не благоволит и вы оказались в неприятной ситуации, когда лиса на вас напала, сохраняйте спокойствие. Не спускайте на нее своих питомцев и не преследуйте лису. Дайте ей возможность отступить. Если лиса упорствует и не желает отступать, ее можно отпугнуть простыми хлопками. Теперь вы можете наслаждаться лесом. и не лисе вы вы отличный пловец и готовы окунуться в любой океан или море? Плохие новости. Есть места, которых стоит избегать, независимо от того, насколько мастерски вы плаваете или ныряете. В некоторых из этих мест есть опасные подводные скалы, сильные течения и приливы. Другие известны легендами о монстрах и загадочных существах. Так давайте же окунемся в это водное шоу ужасов. Вы когда-нибудь слышали о Стриде? Это участок реки Уорф в Йоркшире. Она в этом месте настолько узкая, что через нее можно перепрыгнуть, но пусть вас не обманывает размер. Это одно из самых опасных мест в округе. Один шаг в воду может привести к ужасным последствиям. Река Уорф имеет сильное течение, а поскольку Стрид такой узкий, в этом месте оно еще сильнее. Интенсивный поток воды размыл известняк вокруг Стриде, в результате чего образовались пустоты, гораздо более глубокие, чем остальное русло реки. Течение также ослабило берега Стриде снизу, так что земля, на которой вы стоите, любуясь стремительным потоком, скорее всего, лишь хрупкий выступ, нависающий над коварными водами. Нет ни одной запись о том, чтобы кто-то оказался в воде Стриде и смог выбраться. И самое страшное, многие даже не догадываются, что этот невинный на вид ручей представляет такую опасность. Мой вам совет, выбирайте для своих водных приключений более безопасные водоемы. Если вы собираетесь отдохнуть в Калифорнии, то озеро Подкова это то, что вам нужно. Здесь есть все, песчаные пляжи, пешеходные тропы и места для пикников. Но подождите, здесь есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. У этого озера есть темная страна, а именно около 40 гектаров мертвых деревьев, которые его окружают. И не только деревья стали жертвами озера. Землетрясения, произошедшие в 1989 и 1990 годах высвободили углекислый газ из-под раскаленной магмы. Газ просочился в воздух, нанеся ущерб всему живому вокруг водоема. Сейчас озеро Подкова так же опасно, как и 30 лет назад. Особо пугающим его делает то, что уровень содержания токсичного газа меняется случайным образом. Предупреждающие знаки, которые развешаны повсюду, безусловно, могут придать веселому походу в лес дух фильма ужасов. На гавайском острове Кауаи есть группа потрясающих водопадов, которые когда-то привлекали множество туристов. Водопады Кипу, как их называют, были излюбленным местом для купания и ныряния. Чтобы добраться до них, нужно было долго идти по грунтовой тропинке, пока, наконец, не открывался захватывающий вид на 7-метровый водопад, низвергающийся в кристально-чистый бассейн внизу. Но с 2011 года эта территория закрыта для посещения. Почему, спросите вы? На водопаде Кипу произошло много несчастных случаев. То, что кто-то мог неудачно соскользнуть с 7-метровой высоты, это понятно. Но помимо этого были и гораздо более загадочные случаи. Очевидцы рассказывают истории о людях, мирно наслаждавшихся бассейном у подножия водопада, которых внезапно утягивало под поверхность. Найти объяснение этим происшествием так и не удалось. Местные жители считают, что во всем виноват водный дух Моо, который не любит, когда его беспокоят шумные туристы. Существует также теория о мощном водовороте на дне бассейна. В любом случае, издатели-путеводители больше не упоминают водопад Кипу, а за посещение запретной зоны грозит наказание. Самоэская дыра в Сиамском заливе. Идеальное место для любителей острых ощущений. И оно действительно опасно. При глубине 85 метров это самое глубокое место для дайвинга в регионе. Но глубина не единственная причина, по которой дыру следует избегать. Она находится в активной судоходной зоне для гигантских нефтяных танкеров. Сильные течения вокруг дыры делают погружение еще более опасным. А если этого недостаточно, то в Самоэйской дыре обитают смертельно опасные барракуды, которые могут напасть на ничего не подозревающих дайверов. Вода настолько мутная, что видимость почти нулевая и агрессивные морские обитатели подкрадываются незаметно. В общем, Самоэйская дыра это захватывающе, но чрезвычайно опасное место, которое стоит исследовать только опытным дайверам с остальными нервами. Позвольте рассказать вам о Ньюсмирно Бич, мировой столице нападений акул. Если вы ищите место для спокойного отдыха в округе Валуша, штат Флорида, этот пляж может показаться идеальным. Но воды вокруг Ньюсмирно Бич изобилуют рыбы, что привлекает множество акул. В этом районе было зафиксировано так много нападений акул, что он получил звание мировой столицы по акульим укусам. Ученые предупреждают, что если вы решите там искупаться, то обязательно окажетесь в непосредственной близости к хотя бы одной огромной хищной метите этого соседства. Что хуже всего, в эти воды заплывает тупорылая акула, представительница одного из самых опасных и агрессивных видов. И мы снова на Кауаи. Пляж под названием Ханкапиай может показаться раем на земле, но не обманывайтесь. Чтобы попасть туда, вам придется пройти по очень крутой скалистой тропе длиной 3 километра. На этом отдаленном пляже нет спасателей, поэтому если вы решите окунуться в воду, то будете предоставлены сами себе. Самую большую угрозу вашей безопасности представляют невероятно сильные приливные течения. Они присутствуют почти всегда, потому что здесь нет рифов, защищающих берег. И если кто-то попадет в такое течение, его уносят на многие километры. Ближайший безопасный пляж находится в 10 километрах. Поверьте, у этого пляжа не лучшая история в плане безопасности, поэтому рекомендую вам держаться подальше от воды, если окажетесь на этом пляже. А теперь я расскажу о месте, которое выглядит как пейзаж из фильма ужасов. Речь об искусственном озере Беркли-Пит в американском штате Монтана. Первое, что вы заметите в этом месте – кроваво-красный цвет, который можно описать только как тревожный. Если у вас все же возникнет искушение окунуться, это будет серьезной ошибкой. Даже не прикасайтесь к воде. Она чрезвычайно опасна из-за тяжелых металлов, таких как кадмий, мышьяк, цинк, свинец и медь. Они поступают из горных пород окружающих озера и делают воду сверхкислой. На самом деле здесь раньше был открытый медный рудник, отсюда и цвет. Вот мой совет – избегайте этого места как чумы. В Африке есть три озера, которые возможно опаснее всех остальных мест из нашего списка. Озера Манун и Ньос в Камеруне и Киву в Руанде. Похоже, на часовые бомбы, готовые вот-вот сработать. Они образовались над подземными бассейнами, расплавленной породой. И иногда эта порода выпускает токсичные газы, такие как метан и углекислый газ, прямо в воду. Когда это происходит, газы накапливаются, чтобы потом внезапно вырваться из воды, создавая мощные волны, способные уничтожить все на своем пути. Такой тип извержения называют лимническим. И оно выпускает облако ядовитого газа, опасного для всего, что находится поблизости. Самое страшное. Эти выбросы могут произойти в любой момент, без предупреждения. Поэтому, если вы когда-нибудь окажетесь рядом с одним из таких озер, лучше быть на чеку. Потому что никогда не знаешь, когда произойдет следующее извержение. Может, вам известны другие места, где уж точно не стоит купаться? Поделитесь своими антирекомендациями в комментариях. Вы отправляетесь на Кеймадо-Гранди, один из самых опасных островов в мире. Там вас ждут тропические леса, огромные скалы и луга. Там обитают птицы, саранча и гигантские тараканы. Но есть и кое-что еще. Кое-кто из-за кого остров получил свою печальную репутацию. Там живут змеи. Много змей. Так много, что это место называют змеиным островом. Сумеете там выжить? Островок площадью меньше половины квадратного километра находится всего в 32 километрах от побережья Бразилии. Скорее всего, он был отрезан от материка после последнего ледникового периода. Змеи тоже живут отдельно от остальных животных. Без конкурентов и с неограниченным источником пищи. И змей здесь, мягко говоря, немало. От одной до пяти на каждый квадратный метр. Не встретить их невозможно. Среди самых распространенных на острове змей островные батропсы. И они крайне ядовитые. Батропсы считаются наиболее ядовитыми змеями во всей Латинской Америке. Их яд очень силен из-за того, что этот вид змей изолирован от остальных живых существ, кроме птиц. И чтобы поймать их, нужно быть очень ядовитыми. И действительно, с тех пор, как батропсов разлучились с дальними родственниками, сила их яда увеличилась в пять раз. Большую часть времени эти змеи прячутся на деревьях или в опавших листьях. Если вдруг вам захочется прогуляться, лучше держаться на безопасном расстоянии. Змеи используют свое обоняние и чувствуют вибрации. Если вы подойдете к одной из них слишком близко, стойте на месте или медленно уходите. Если вы начнете шуметь, змея почувствует угрозу и попытается вас укусить. Если вы заметите батропсы издалека или вам нужно пройти к высокой траве, потопайте ногами. Так змея поймет, что поблизости есть посторонний. Она не рискнет нападать на что-то, что намного больше нее самой и, скорее всего, уползет. И всегда носите с собой палку на случай, если вдруг наткнетесь на змею. У вас будет что-то вроде продолжения руки, которое нельзя укусить. Эта простая вещь может спасти вам жизнь. У палки с V-образным концом еще больше преимуществ. Если змея начнет нападать, вы сможете удержать ее. Но никогда не пытайтесь поднять змею за хвост. Хорошо, но что делать, если вас укусили? На этом острове такое возможно. Прежде всего, не пытайтесь извлечь яд самостоятельно. Немедленно позвоните в службу экстренной медицинской помощи. Наложите широкую повязку, пока ждете врачей. Если под рукой нет бинта, можно оторвать кусок ткани от одежды. Не пытайтесь ловить змею, чтобы выяснить ее вид. Медики знают, как определить тип яда. Сохраняйте спокойствие и ждите помощи. Наверняка вам интересно, кому можно позвонить с этого заброшенного острова. Так как посещать это место категорически запрещено, повсюду висят таблички, советующие немедленно его покинуть. И номер, по которому можно позвонить, если возникнут проблемы. Ладно, допустим, вас не укусили. Теперь можно подумать о том, что можно есть на острове. Официальное название змеиного острова – Кеймаде Гранди. Переводится с португальского как «большой пожар». Причина этого проста. Когда-то весь остров специально подожгли, чтобы освободить место для банановой плантации. К сожалению, этот бизнес успехом не увенчался. Скорее всего, фермеры устали от змей. Но некоторые банановые деревья на острове все же остались, поэтому вы сможете полакомиться свежими фруктами. Конечно, немного белка тоже не помешает. К счастью, вместе со змеями на острове живут тараканы. Эти гигантские насекомые бодрствуют ночью, чтобы питаться растениями. Так что барбекю из редкого островного деликатеса вам обеспечено. Но лучший способ выжить на острове – просто туда не ехать. Если вы будете проплывать мимо него, помните, что когда-то он был связан с материком. Камни под водой могут повредить дно лодки, если вы подплывете слишком близко. Поэтому обязательно убедитесь, что вы соблюдаете рекомендованную дистанцию. Конечно, остров интригует. Но помните, что как бы близко вы не подплыли, понаблюдать за змеями с воды не получится. Их можно увидеть только на острове, а соваться на него точно не стоит. Это место опасно не только из-за змей. Его частенько посещают пираты. Нет-нет, не те, которые поют «Ю-хо-хо» и «Бутылка рома». На остров приезжают биопираты, которым нужны опасные змеи. Они незаконно ловят их и продают. Когда 11 тысяч лет назад остров был отрезан от материка, островные Батропсы эволюционировали в уникальной среде обитания. Несмотря на то, что на острове много рептилий, они находятся под угрозой исчезновения. Такие змеи – редкость, поэтому они очень дорого стоят. На черных рынках их цена достигает 30 тысяч долларов за одну особь. Именно поэтому их отлавливают биопираты. Думаю, им стоит поискать менее опасную работу. Но предположим, что у вас есть все необходимые ресурсы для выживания в одном из самых опасных мест на Земле. Как думаете, вы бы справились? Или вы считаете, что это невозможно? Вы будете удивлены, но шансы все-таки есть. Если знать, что делать. Оказывается, на жутком острове побывало уже много людей. Туда часто приезжают исследовательские группы, чтобы изучить островного Батропса, его среду обитания и источники пищи и сохранить его популяцию. Но в команде ученых обязательно должен быть врач. Также на Змеином острове есть маяк. До 1920-х годов на нем работали люди, а потом он перешел на автоматическое управление по известным причинам. Раз в год власти Бразилии проверяют работу маяка. Местные жители на материке знают про остров, поэтому люди тут пропадают нечасто. Но однажды группа рыбаков подплыла слишком близко. Они двигались по обычному маршруту и случайно приблизились к берегу. Их лодка наткнулась на подводный камень и начала наполняться водой. Судно быстро затонуло, поэтому у мужчин оставалось только два варианта. Попытаться выжить в бушующем море или доплыть до берегов Змеиного острова. Это был трудный выбор, ведь они многое слышали об этом месте. Дело было не только в змеях. Ходили слухи, что остров проклят. И все-таки рыбаки решили попытать счастье. Они добрались до берега и стали двигаться максимально осторожно. Если знать остров, шансы на выживание увеличиваются. Рыбаки понимали, что ни в коем случае нельзя идти в тропический лес. Голодные мужчины осторожно шли по опушке леса, собирая бананы. Они часто садились отдохнуть, чтобы не тратить силы. Пить воду получалось только во время дождя, но этого было достаточно. Спали они на пляже под открытым небом. И все это время они были так близко к маяку и пещерам. Возможно, мужчины перестраховались, но они не были готовы променять свою жизнь на возможность поспать в сухой постели. Они не поддались искушению и провели на острове три дня. И ни одна змея их не укусила. Мужчин спасла проплывавшая мимо лодка. Так что теперь вы знаете, нет ничего невозможного. Гравитация. Бессердечная ты. Да, это то, о чем я думаю, споткнувшийся камень и падая лицом вниз. Конечно, я не настолько неуклюж. В любом случае, гравитация это константа. Так? Порой совершенно непоколебимая, на которую можно положиться в этом постоянно меняющемся мире. В отличие от любви, например. Простите, расчувствовался. Но что, если я скажу вам, что она не такая уж очевидная? На нашей планете есть места, где гравитация словно сошла с ума. Вы ведь включили видео, чтобы о них узнать? Давайте посмотрим. Магнитный холм около Леха, Индия. В Индии есть участок дороги, привлекающий туристов со всего мира. На первый взгляд он не отличается от пейзажа вокруг. Вы могли бы проехать мимо и не заметить его, если бы ни одна необычная деталь. Если, поднимаясь по склону магнитного холма, вы остановите машину и поставите ее на нейтралку, она начнет сама ползти вверх, постепенно набирая скорость до 20 км в час. Говорят, здесь действует некая магнитная сила, которая тащит машины вверх по холму. Отсюда и его название. Кроме того, сообщается, что даже самолеты, пролетая над этой зоной, набирают высоту. Однако, у скептиков есть другое объяснение. Рельеф этой местности просто создает иллюзию подъема, когда вы едете вниз по холму и наоборот. Как бы то ни было, я бы хотел сам посмотреть. А вы? Пишите в комментариях. Кривой лес. Польша. Недалеко от деревни Нове-Чернова есть лес, в глубине которого можно найти весьма необычного вида сосны. 400 деревьев, посаженных в 30-е, резко изгибаются к северу в прикорневой зоне, а затем растут вверх полукругом. Несмотря на то, что ученые предлагают разные теории, никто точно не может сказать, почему деревья так выглядят. Некоторые говорят, что это дело рук людей. Другие верят, что деревья прижала к земле некая гравитационная аномалия. Однако изъяна этой теории в том, что аномалия, существующая там годами, повлияла только на деревья. В любом случае, точного объяснения этому явлению нет, так что кто знает. Водопад Фарерские острова. Вы хоть раз видели водопад, который падает вверх? На такой можно взглянуть на Фарерских островах между Исландией и Шотландией. Но если вы ждете невероятную историю о мистической силе, толкающей в воду вверх по скале, то, простите, ее не будет. Однако даже реальная история поражает. Ветра здесь настолько мощные, что способны поднимать воду и распылять ее вверх. Наверное, подобный ветер позволял Мэри Поппинс летать на своем сонтике. Звучит неплохо. На самом деле, этот водопад не уникален. На Земле есть еще несколько мест, где ветра создают иллюзию отсутствия гравитации. Например, на реке Киндер в Англии есть водопад, который борется с ветрами. Они настолько сильные, что кажется, будто половина водного каскада летит вверх, не достигая основания водопада. Платина Гувера, США. Если однажды вы заберетесь на верхушку этой плотины, высотой около 221 метра, возьмите бутылку воды и вылейте ее через край. Вода будет подниматься вверх и не разольется. Нет, это снова не какой-то неестественный феномен. Просто ветра здесь настолько сильные, что вода не падает вниз, как в водопаде на Фарельских островах. Но тут эффект впечатляет еще больше, так как вы можете сами провести эксперимент. Мистическая дорога Южная Корея. Еще одна гравитационная аномалия находится на дороге. Однажды местные выяснили, что если на Землю положить пустую банку или бутылку, то она тут же начнет катиться вверх. Однако, в отличие от других подобных мест на Земле, мистическая дорога Чеджу не просто иллюзия. Спускаясь вниз по склону, вы не ощущаете, что идете вверх. Все вполне нормально. Но если на Землю положить предмет, который может катиться, то он покатится в противоположную сторону. Местные власти быстро сообразили, что к чему, и поставили указатель, направляющий любопытных туристов к таинственной дороге. Золотой камень Мьянма. Если вы однажды окажетесь в Мьянме, ее раньше называли Бирмой. Обязательно посетите это место. На краю отвесной скалы расположен позолоченный камень с небольшой пагодой. Самое удивительное, что камень лишь слегка касается скалы, и кажется, что этот валун вот-вот упадет. Однако он держится там уже несколько веков. Кроме того, пагода на его вершине весьма не новая постройка, так что зрелище довольно необычное. Камень будто говорит, гравитация? Мне до нее нет дела. По легенде, валун на обрыве удерживает прядь волос Будды. Я насчет этого не уверен, но вы можете сами осмотреть камень, чтобы убедиться, что он ничем не прикреплен к скале. Он не двигается с места уже две с половиной тысячи лет. Здесь точно задействована какая-то сила. Камень Даваско, Аргентина. Если в мире есть нечто заявляющее «я не поддаюсь гравитации», так это камень Даваско. Камень весом в 300 тонн стоит на краю обрыва и слегка покачивается на ветру. Люди даже подкладывали стеклянные бутылки под один из его краев. Бутылки разбивались при очередном движении камня. К сожалению, сегодня увидеть это чудо природы невозможно. В 1912 году валун внезапно упал со своего пьедестала, который занимал сотни лет. Однако жители близлежащего города Тандиль 95 лет спустя в 2007 восстановили камень. Конечно, они не собирали его кусочком, а сделали пластиковую копию и поставили ее на прежнее место. Так что сегодня, приехав в Тандиль, вы можете найти знаменитый балансирующий камень. Конечно, сейчас это просто символ. Камень больше не качается и весит всего 9 тонн. Но все так же легко узнаваем. Башня Дьявола, штат Вайоминг, США. Помните это место в фильме «Близкие контакты третьей степени»? Нет? Обязательно посмотрите. Только не сейчас. Это место не похоже на магическое. Оно не обманывает гравитацию прямо на ваших глазах. Звучит даже как-то скучновато после других объектов в моем списке. Но поистине поражающая особенность Башни Дьявола в том, что ученые не могут объяснить, откуда она вообще здесь появилась. Видите ли, склоны этого скального образования высотой 265 метров практически вертикальны. Но и это не главное. Этот кусок скалы просто вырос посреди холмистых равнин Вайоминга. Вы не найдете другого такого в радиусе нескольких километров. Тогда как плоский ландшафт вдруг смог породить нечто настолько высокое? Теорий много, но точного ответа нет. Что думаю я? Возможно, это гигантский выпуклый пупок Земли? Ну, тогда сами попробуйте придумать что-то получше. Орегонский вихрь, США. Таинственный дом в городке Голд Хилл, штат Орегон, поражает посетителей неподвластностью гравитации. Здесь вы не можете стоять прямо, а будете заваливаться в сторону, держась за что-либо для равновесия. Здесь шарики катятся вверх, а еще есть метла, которая, в отличие от любого другого объекта в хижине, стоит неподвижно, куда бы вы ее ни поставили. Местные индийские племена прозвали это место запретной землей еще до того, как здесь был построен дом. Они старались не подходить к нему близко. Однако владельцы хижины решили превратить это место в аттракцион, и им это удалось. Они создали в доме мистическую атмосферу и распространили информацию о нем в газетах, а позже и в интернете. Вуаля! Идеальная аномалия создана. На самом деле эта диковинка — искусственно созданная оптическая иллюзия. Гудзонов залив, Канада Что ж, мы поговорили о весьма неоднозначных явлениях, но это кое-что посерьезнее. Аномалия Гудзонова залива. Наверное, это единственное в мире место с более низкой гравитацией, чем где-либо еще на планете. Даже скептики не ухмыляются, так как разница была измерена точным оборудованием. Так значит ли это, что здесь сила гравитации такая же низкая, как, например, на Луне? К сожалению, или к счастью, я пока не уверен. Разница мизерная. Точное значение составляет 0,005% или 0,02%. Вы не почувствуете этой разницы, даже если сильно постараться. Но она есть. Ученые говорят, что причина существования аномалии – это ледник, покрывавший эту зону около 10 тысяч лет назад. Он настолько спрессовал камни, что они до сих пор не могут полностью восстановиться, меняя гравитационное поле Гудзонова залива. Однако в будущем гравитация здесь придет в норму. Значит, никакой лунной походки. Пуна, Перу. Голая пустыня. Каменистая земля и одно большое ничто. Хотя, подождите. Вот и ерета. Ерета – это цветущее растение, которое выглядит настолько уникально, что можно подумать, будто это какой-то фотомонтаж. Так сильно оно отличается от остальной пустыни. На первый взгляд ерета похожа на камни, покрытые мхом. Но мы говорим о растении, которому три тысячи лет. Оно было найдено в замерзающих лугах – пуны, вандах. Ерета по форме напоминает подушку. Растения такие плотные, что можно встать на верхушку куста, и он легко выдержит ваш вес. Пятнистое озеро Клилук, Канада. Его называют самым волшебным местом Канады. Зимой и весной это озеро ничем не отличается от любого другого. Но попробуйте приехать сюда летом, когда вода начинает испаряться. Вам покажется, будто вы попали в другой мир. На его поверхности вы увидите пятна синего, зеленого и желтого цветов. Летом здесь возникает более трехсот бассейнов, и выглядит это просто волшебно. На протяжении веков люди верили, что каждый из них обладает различными целебными свойствами. Все объясняется минеральными солями, которых в водоеме с избытком. Каждый цвет зависит от преобладающего минерала. Рио Тинто, Испания. На протяжении более пяти тысяч лет Красная река была окружена рудниками, полными меди, серебра, золота и других полезных ископаемых. Они и придают реке этот неповторимый красноватый цвет. Люди веками добывали руду в этом районе, пока промышленность не начала угасать. Шахты стояли заброшенными до тех пор, пока в восемнадцатом веке их не открыли заново. Река выглядит весьма впечатляющим, а еще она очень опасна для людей из-за своей высокой кислотности. Бактерии в воде создают те же условия, что и в некоторых других местах нашей Солнечной системы. Например, ученые считают, что нечто подобное существует на одном из спутниках Юпитера, Европе, на которой кислотный океан скрыт под поверхностью. Залив Тойяма, Япония Если вы идете по берегу залива, то вам может посчастливиться увидеть мистический неоново-синий свет. Он исходит из-под воды и освещает ночное море. На планете есть не так уж много мест, где можно увидеть подобное свечение. И все благодаря кальмарам-светлячкам. Существа обитают на глубине более двухсот метров под поверхностью. Но весной они собираются у побережья. Иногда волны даже выбрасывают их на берег. Свет, излучаемый ими, на самом деле является маскировкой, которая помогает светлячкам прятаться и защищаться. Днем они уходят на глубину, а ночью возвращаются на вечеринку ближе к поверхности. Свет, который они производят, не настолько яркий, чтобы можно было читать в темноте книгу. Но все равно, зрелища очень впечатляющая. Гейзерфлай. Штат Невада, США. Представьте, что летите в космической ракете. В какой-то момент вы входите в атмосферу неизвестной планеты. Ее гравитация начинает притягивать вашу ракету вниз. Вскоре она с грохотом приземляется на поверхность. К счастью, ваш космический корабль достаточно прочный, и на нем нет ни царапины. Поэтому вы натягиваете скафандр и выходите наружу. Прямо перед вами находится нечто, чего вы никогда раньше не видели. Невероятная природа, удивительные цвета и причудливая штука, которая выглядит как маленькая гора. И вдруг она извергает столб кипящей воды. Неудивительно, что от такого вида у вас немного разыгралось воображение. На самом деле вы в Неваде и находитесь перед гейзером Флай. Как бы там ни было, вид просто великолепный. Гейзер появился в 60-х годах прошлого века, когда геотермальная энергетическая компания пробурила здесь скважину. Это позволило грунтовым водам вырваться наружу. А цвета, похожие на те, что можно увидеть в Йеллоустонском национальном парке, это все из-за водорослей. Кстати, о Йеллоустоне. Это еще одно место, которое напоминает другую галактику. На территории, превышающей штаты Делавер и Род-Айленд, вместе взятые, насчитывается более 10 тысяч гидротермальных объектов, 500 гейзеров и невероятных водопадов. Цингиде-Бемараха, Мадагаскар. А вот то место, где можно легко представить встречу с древними животными. Можно даже помечтать, что они прячутся где-то среди заостренных скал, поднимающихся на 100 метров. Половина этого национального парка покрыта лесом, а другая половина каменистая, образована эрозией воды. Это место является домом для многих животных, таких как хамелеоны, игуаны, лягушки и множество различных видов лемуров. Ледник в Атнеюкюдель, Исландия. В поисках внеземных чудес нашей планеты не забудьте заглянуть в Исландию. Там вы найдете самый большой ледник во всей Европе. В некоторых местах толщина льда может превышать 914 метров. Атнеюкюдель имеет 30 выходящих ледников, готовых к исследованию. Это каналы льда, которые когда-то вылетели из ледяной шапки, но так и остались застрявшими в пределах долины. Что касается знаменитых исландских ледяных пещер, то они образуются, когда талая вода проходит через ледник, пытаясь выбраться на поверхность. Обычно это происходит летом, когда температура выше и поток воды более турбулентен. Когда температура падает, вода замерзает. Вот так и образуются эти пещеры. Стафа, Шотландия, Великобритания. Стафа – необитаемый остров, который выглядит как место с другой планеты. Взглянув на него, вы не сможете избавиться от ощущения, что он скрывает множество секретов. На самом же деле это одно из самых спокойных мест на Земле, и оно почти полностью занято морскими птицами и тюленями. Невероятные скальные колонны придают этому месту совершенно уникальный и таинственный вид, что, конечно же, и поощряло местных жителей распространять о необычной пещере разные легенды. Сами колонны образовались миллионы лет назад, в основном из-за вулканических извержений. Пещеры светлячков в Новой Зеландии. Представьте, что вы нашли вход в волшебную пещеру. Вы гребете на своей лодке, стремясь незаметно заглянуть внутрь и получить в награду один из самых красивых видов на свете. Вы видите закрытую пещеру, которая выглядит так, как будто ее свод усеян миллиардами ярких и крошечных звезд. И чтобы увидеть нечто подобное, вовсе не нужно путешествовать по всему Млечному Пути. Зачем, если есть пещеры светлячков в Новой Зеландии? Пещеры начали формироваться миллионы лет назад, и теперь в них имеется весьма впечатляющая коллекция сталагнитов и сталактитов. Ну а что делает их действительно особенными, так это светлячки. В пещерах обитают тысячи и тысячи светящихся личинок. Червям нужно привлекать насекомых и потенциальных партнеров. Для этого они используют свои хвосты, которые светятся в темноте. В этом районе много таких пещер, и люди изучают их уже более ста лет. Живописный район Улиньюань. Национальный парк Джанзядзе, Китай. Это удивительное место состоит сплошь из захватывающих дух пейзажей и более трех тысяч колонн из песчаника. Они выглядят так, будто природа решила построить собственную версию небоскребов. Некоторые из них высотой почти в половину Empire State Building. Обычно просто невозможно понять, где эти столбы начинаются. Все, что вы видите, когда пытаетесь разобрать, что там внизу, – это бесконечный туман. Два естественных каменных моста, кажется, просто парят среди колонн, затерянных в облаках. Глаз Сахары. Это тайна, которая оставалась скрытой на протяжении тысячелетий. Если просто стоять на Земле, это геологическое образование заметить трудно. Вот почему оно оставалось незамеченным до тех пор, пока люди не вышли в космос. На протяжении какого-то времени ученые полагали, что это кратер, созданный каким-то космическим объектом, ударившимся о поверхность Земли. Но после проведения исследований выяснилось, что происхождение глаза – полностью земное. В наши дни геологи считают, что формирование глаза началось более ста миллионов лет назад, когда тектоника плит еще вовсю раздирала суперконтинент Пангею. Расплавленная порода, поднимаясь к поверхности, создавала массивный купол, состоящий из разных слоев. Позже вулканическая активность и эрозия закончили формирование глаза. Озеро Байкал, Россия. Самое глубокое, самое древнее и одно из самых больших пресноводных озер в мире, несомненно, имеет свои собственные секреты. Озеро замерзает с начала января по май. Летом вода в нем такая прозрачная, что все отчетливо видно даже на глубине 40 метров. Это потому, что растаявший лед с сибирских гор невероятно чист. Минеральных солей в Байкале тоже нет. Уюни, Боливия. Это одно из самых экстремальных мест в Южной Америке. Самая большая в мире соляная равнина простирается более чем на 10 400 квадратных километров. Она появилась, когда тысячи лет назад испарились доисторические озера. Толстая соленая кора простирается за горизонт. В какой-то момент становится даже трудно понять, где заканчивается земля и начинается небо. Пустыня Атакама, Чили. Самая сухая пустыня в мире. Скалистые ландшафты, соленые озера, дюны и экстремальные температуры. В некоторых частях пустыни дождя не было уже почти 500 лет. Без воды и питательных веществ там ничего не растет. Это одна из причин, почему может показаться, что вы находитесь на другой планете. Например, на Марсе. Но дождитесь ночи, и вашему взору откроется бесконечное небо, полное звезд, похожее на открывшееся окно во Вселенную. Аллея Баобабов — это, пожалуй, самая невероятная и сюрреалистичная аллея в мире. Чтобы ее увидеть, отправляйтесь на Мадагаскар. Баобабы — не единственные гиганты, которых можно встретить на острове. Там также обитает ночная бабочка под названием Мадагаскарская комета. Размах ее крыльев просто сумасшедший — до 20 сантиметров. Так что вам не придется искать пухлые бутылочки с надписью «Выпей меня», чтобы почувствовать себя Алисой в стране чудес. Укачина похожа на оазис посреди пустыни. О, подождите, это и правда оазис в настоящей пустыне, где, как ни странно, полно клубов и баров. А еще там можно заняться сэндбордингом и даже бодибордингом. Главное, не забудьте надеть очки и плотно закрыть рот. Тоннель любви возле украинского поселка Клевань полностью покрыт растениями. Некоторые пары верят, что если загадать желание и вместе пройти через этот четырехкилометровый тоннель, оно обязательно сбудется. Однако будьте осторожны, по тоннелю три раза в день ходят поезда. Темные изгороди в Северной Ирландии кажутся жутковатыми из-за одной старой легенды. Местные жители говорят, что на этой дороге обитает привидение по прозвищу «Серая леди». Кстати, вы узнали, какой сериал здесь снимали? На севере Португалии есть замечательный дом, который выглядит как доисторическое здание, почти как пещера, но на самом деле это коттедж. Он называется «Дом-камень» и сейчас в нем работает крошечный музей. Издалека постройка выглядит как огромный камень и идеальное жилище для какого-нибудь мифического существа. А теперь мы в Италии. Посреди озера Решензеи. Оно было создано искусственно. Место славится церковью XIV века, которая стоит прямо в воде. Поэтому добраться туда пешком можно только зимой. Когда и если озеро замерзает. Есть и другое озеро, по которому вам захочется прогуляться. Это Байкал. Оно находится в самом сердце Сибири и замерзает каждую зиму. Озеро настолько большое, что на нем спокойно расположились 27 островов. Это также самое глубокое озеро в мире. Его глубина превышает 1600 метров. Переместимся туда, где теплее. Большой призматический источник в Вайоминге. Самый крупный геотермальный источник в США. И третий по величине в мире. Только не вздумайте в нем купаться. Во-первых, вода слишком горячая. Во-вторых, это грозит штрафом. Лучше любоваться им с безопасного расстояния. Монсен-Мишель в Нормандии, Франция. Идеальное место, чтобы почувствовать себя принцем или принцессой. Время от времени по воле Луны этот великолепный замок полностью окружает вода. Самый высокий прилив можно наблюдать через 36-48 часов после полнолуния. Будьте бдительны! Ночное небо с тысячами звезд выглядит очень романтично. Но настоящее море звезд, пожалуй, еще романтичнее. Добро пожаловать на Мальдивы. Остров Вадху. По ночам местные пляжи светятся синим благодаря биолюминесцентному планктону в воде. Вы же не думали, что это настоящие звезды? Вы можете быть равнодушны к звездам, но вас наверняка поразит небо, полное воздушных шаров. Каппадокия. Регион в Турции. Известный невероятными скальными образованиями. Привлекают туристов полетами на воздушных шарах. Для тех, кто всегда хотел походить по облакам, которые кажутся такими мягкими и пушистыми из окна самолета, есть хорошие новости. Это можно сделать в Боливии. Конечно, это не настоящие облака, а очень большой солончак. Он называется Уюни и отражает небо в сезон дождей, создавая ощущение, будто вы гуляете по бескрайнему небу. Если будете в Колумбии, посетите церковь Лас-Лахас. Чтобы добраться до нее, нужно пересечь мост, который словно висит прямо в воздухе, пока под ним несется быстрая река. Итак, мы снова во Франции. Это Кольмар в исторической области Эльзас. Только взгляните на эти дома. Красочные фасады из дерева, украшенные цветами каналы, мощеные булажником улицы. В Германии много городов с уютными пряничными домиками. И Ротербург-Обдер-Таобер не исключение. Это почти полностью сохранившийся средневековый город с десятками разноцветных фасадов и аутентичными тавернами. Зимой он выглядит особенно волшебно, с заснеженными крышами и веселыми праздничными рынками. В Исландии у многих домов травяные крыши. Такие жилища называются дерновыми домами. И трава на них выполняет множество функций. Она не только украшает, но и защищает дома от проливных дождей. Трава растет в основании из лавовой породы, и газон на крышах нужно регулярно подстригать. В Коста-Рике на островах Исла-дель-Каньо находится около 300 круглых предметов разных размеров. Местные жители называют их просто «шары». Эти камни имеют почти идеально круглую форму. Некоторые из них огромные, весом до 16 тонн. Они сделаны из разных материалов – габра, известняка и песчаника. Считается, что их в свое время устанавливали перед домами вождей. Никто точно не знает, откуда они взялись, но некоторые мифы утверждают, что их родина – Атлантида. Водопад Ангель выглядит идиллически. Это самый высокий непрерывный водопад в мире. Он во много раз выше Ниагарского водопада. Вода падает каскадами, и ее значительная часть испаряется по пути вниз, что создает иллюзию ангельских облаков. Если вам нравится ослепительный блеск, посетите пещеру кристаллов в Мексике. Это возможно только под строгим наблюдением, но впечатление стоит любых неудобств. Вряд ли вы когда-нибудь видели кристалл, который в два раза больше, чем вы сами. В Марокко есть город под названием Шефшауэн, в котором преобладает небесный голубой цвет. Не лазурный, не васильковый и не бирюзовый. Большинство домов там окрашены в самый красивый оттенок синего из всех, что вы когда-либо видели. Однако добраться до этого места нелегко. Оно расположено на склонах хребта Эр-Рифф. Еще одно небесно-голубое место, до которого, пожалуй, добраться легче – Санторини. Дома там выкрашены в белый, но почти все крыши ярко-голубого оттенка. Белая краска помогает избежать излишнего тепла. Очень фотогеничное место. В Словении не забудьте посетить одно из самых живописных мест в мире – озеро Блейска. Его цвет действительно аквамариновый, никакого фотошопа. Прямо посреди озера возвышается утес. На этом небольшом острове стоит замок и еще несколько домов. Когда будете там, попробуйте крем-шниты – воздушные пирожные, приготовленные по секретному местному рецепту. Впервые увидев фотографию озера Морейн, которое находится в Канаде, вы вряд ли поверите, что это не работа профессионального художника. Однако это место реально. И там действительно можно увидеть мириады оттенков синего и голубого. Таинственная земля Баган в Мьянме имеет все предпосылки, чтобы считаться сказочным местом. Там можно наслаждаться экзотической растительностью, туманным горным пейзажем и многочисленными храмами, катаясь на велосипеде или обозревать эти невероятные красоты с воздушного шара. На Филиппинах много интересного, но местные пляжи – это просто нечто. Пляж Хидден Бич в районе Эльнида – идеальное место, чтобы насладиться уединением. Он надежно защищен от лодок и нежелательных погодных условий известняковыми бухтами. В итальянском регионе Лигурия есть десятки прекрасных пляжей, которые невозможно забыть. Один из них – это бухта поэтов в Порто Венере. Пляж расположен прямо на скале, и там есть подводные пещеры, в которые можно заплывать. По легенде, свое название бухта получило из-за того, что там отдыхал лорд Бэйрон, который с удовольствием плавал в этом заливе, разумеется, в поисках музы, которую он, в конце концов, нашел. Область Чинкветерре тоже находится в Лигурии, и если вам хочется увидеть экранные заставки «Итальянские скалы и море» в реальной жизни, отправляйтесь туда. Легенда гласит, что моряки начали красить свои жилища в яркие цвета, чтобы было легче найти дорогу домой. Остров Скай в Шотландии мог бы стать украшением любого исторического сериала о гордых рыцарях и их прекрасных девах, а в сказочных бассейнах и сказочной долине наверняка живут феи. Важное место, которое обязательно нужно увидеть, это Старик Стор – одинокий камень на холме. Даже если отбросить легенды, это один из самых вдохновляющих и фотогеничных районов на нашей планете. Если смотреть в земле, вы увидите обычный каменный мост. Но попробуйте взглянуть на него с воды. Отражение моста образует идеальный круг, похожий на портал в скрытый подводный мир. Это необычное место находится в Саксонии, недалеко от Берлина и Дрездена. На северо-востоке Таиланда прямо по лесу проплывает семейство огромных каменных китов. Конечно, они не настоящие. На самом деле они являются частью скального образования возрастом 75 миллионов лет. Давным-давно эта часть Таиланда была обычной пустыней. Движения земной коры толкали песчаник вверх, что и стало причиной возникновения этих очаровательных гор. Доступная любому, кто желает провести день в походе, гуляя по тропам, эта достопримечательность набирает все большую популярность среди туристов. Если добраться до спины одного из китов и взглянуть на бесконечное зеленое море, раскинувшееся внизу, вы поймете почему. Во время этих походов вы увидите водопады, большое разнообразие экзотических растений и животных, а с самой вершины можно даже рассмотреть соседнюю страну Лаос. Форма скал похожа на китов, плавающих вместе. Неудивительно, что это место называется «Три каменных кита». Какой невероятный способ увидеть Таиланд. Со спины гигантского каменного кита. А во время раскопок в канадской шахте в марте 2011-го один из рабочих нашел почти идеально сохранившийся образец нодозавра. Этот вымерший динозавр весил около 1360 килограммов и вырастал до 5,5 метров в длину. Несмотря на то, что этой находке более 110 миллионов лет, нодозавр сохранился настолько хорошо, что можно увидеть его тяжелую броню и чешуйчатую кожу. Потребовался почти год кропотливой работы, чтобы раскопать окаменелость. В итоге она была, наконец, выставлена в канадском музее в 2017 году. Анализ кожи нодозавра показал, что, возможно, он умел маскироваться не хуже современных гекконов и мотыльков. И это в дополнение к шипам и чешуе, которые уже делают его настоящим ходячим танком. Находку все еще пристально изучают, ведь она – одно из самых важных ископаемых, обнаруженных за долгое время. Детали могут помочь нам раскрыть еще больше тайн прошлого. Рукопись Войнича – один из самых загадочных документов в мире. С момента открытия в 1912 году рукопись была абсолютной загадкой для всех, кто с ней сталкивался. В ней можно найти иллюстрации странных изображений, чужеродных растений, неизвестных предметов и знаков зодиака. Но больше всего поражает письменность. Язык, используемый в тексте, не поддается расшифровке. Никто не знает, что там написано, кто это написал и где именно. Никто даже не знает, был ли это настоящий язык или его создали исключительно для этого текста. Рисунки растений тоже интригуют. Большинство из них не совпадают ни с одним известным видом. Профессор прикладной лингвистики в Англии утверждал, что расшифровал некоторые символы в книге, но найти больше информации об этом загадочном тексте пока никому еще не удалось. Если вы когда-нибудь соберетесь спуститься под воду, не забудьте посетить таинственные кратеры в Квинсленде. На полпути между Бандебергом и Джинджином находится одна из самых загадочных находок Австралии. И это говорит о многом про страну Оз. В 1971 году участок принадлежал фермеру, выращивающему кабачки и картофель. Расширяя свои владения во время пахоты мужчина натыкался на большие камни. Когда он наконец присмотрелся к ним, то обнаружил морские окаменелости и несколько странных кратеров. Фермер передал свои находки профессорам геологии, которые приступили к исследованию формаций. Начав раскопки, вокруг этого места они обнаружили огромный слой песчаника и охренного пятна, который был полностью покрыт кратерами. Всего было найдено 35 кратеров, а возраст слоя породы оценивается примерно в 25 миллионов лет. Ученые, изучающие эту загадку, считают, что кратеры могли возникнуть из-за горячих источников, древнеокеанской активности и метеоритов. И еще хотелось бы побольше узнать о тех людях, которые назвали эти города Бандеберг и Джинджин. Какие забавные имена! Антикитерский механизм – это своего рода древний компьютер, который до сих пор сбивает ученых с толку своей необычной конструкцией. Около двух тысяч лет назад у берегов острова Антикитера затонул греческий корабль. Обломки были обнаружены в 1900 году, и водолазы извлекли некоторые из его древних артефактов. Когда археологи начали разбирать находки, они обнаружили необычный объект. Невероятное устройство никак не соотносилось с древним судном и казалось слишком технологичным. Машина работала как калькулятор, позволяя пользователю с удивительной точностью отслеживать время, движение звезд, затмение, фазы Луны и даже обратный отсчет до таких событий, как Олимпийские игры. Учитывая возраст находки, уровень технологии объяснить просто невозможно. Более того, как минимум до 14 века, когда в Европе начали делать зубчатые часы, рядом с механизмом не сравнится ни одно устройство. Как же этот механизм вообще был создан? За 1400 лет до того времени! Не исключено, что этот затонувший корабль у берегов Антикитеры и потерянный калькулятор задержали развитие технологий на многие сотни лет. Считается, что Кавказские горы у Черного моря одна из немногих областей Европы, не испытавшая большого воздействия человека. И это несмотря на то, что большинство белокожих людей относятся к представителям кавказской расы? Археологи обнаружили в этом районе множество древних мегалитических сооружений. Сооружения, похожие на дома, известны как дольмены и содержат украшения, бронзовые инструменты и разнообразную керамику. Археологи не знают, кто их построил, зачем и какова их истинная цель. Сооружения либо состояли из двух камней, скрепленных большим камнем в качестве крыши, либо из меньших камней, сложенных в виде стен с отверстием только с одной стороны. Были найдены также каменные пробки, которые запечатывают все, что находится внутри. Еще более необычно то, что эти каменные сооружения встречаются не только на Кавказе, но и по всей планете. В Австралии, Южной Корее, Колумбии, Африке и даже во Франции. Их цель неизвестна, поэтому ученым остается только строить догадки. Открытие гробницы первого императора Китая в 1974 году было настолько хорошо задокументировано, что теперь, пожалуй, все знают о восьми тысячах терракотовых воинах, охранявших вход. У каждой статуи уникальное выражение лица. У них даже есть терракотовые лошади и колесницы, просто для дополнительной защиты. Однако в некоторые части гробницы еще никто и никогда не входил. Археологи очень неохотно открывают это место, потому что оно весьма нестабильно. Внутри может быть что-то удивительное, но никто не хочет торопиться, ведь риск потери этой удивительной части истории слишком велик. В конце концов, исследователи отправят в гробницы крошечных роботов, чтобы они дали нам возможность посмотреть, что находится внутри. А до тех пор археологам придется еще немного подождать с разгадкой тайн. В южной части Коста-Рики была обнаружена коллекция таинственных каменных сфер. Их более трехсот и они разбросаны по всей округе, а некоторые из них почти два метра в ширину. Никто не знает ни их назначения, ни того, как они были сделаны. Известно лишь, что они из вулканической породы габро. На предание этим камням идеальных сферических форм ушло немало времени. Исследователи полагают, что они были сделаны вымершей ныне группой практически без использования инструментов. Самая интересная теория состоит в том, что люди использовали маленькие камни, чтобы долбить края валунов, прежде чем использовать песок для сглаживания сторон. Некоторые полагают, что сферы имеют астрономическое назначение или даже используются в качестве маркеров, чтобы указать путь к чему-то, но подробности никто не знает. Назначение сфер полностью утеряно вместе с цивилизацией, которая их когда-то создала. У южной окраины Японии, в 120 километрах от Тайвани, находится формация Йонагуни. Местный дайвер впервые заметил эти образования еще в 1986 году, когда искал новые места для дайвинга, чтобы возить туда туристов. Увидев большие ступени, напоминающие пирамиду, он подумал, что обнаружил подводный город. Некоторые археологи считают, что эти сооружения могли быть признаками легендарной тихоокеанской цивилизации вроде Атлантиды, которая ушла под воду тысячи лет назад. Также есть сообщения о следах, которые указывают на рукотворную работу. Некоторые даже утверждали, что на камне были вырезаны выцветшие изображения людей и животных. Однако доказательств этому не существует. Большинство экспертов считают, что образование является естественным, а симметрия пород сильно завышена. Они не такие прямые, как сообщалось, и похожи на камень, а не на высеченные блоки. Другими словами, сходство с затонувшей цивилизацией просто совпадение. Археологи полагают, что в Турции вероятно была найдена самая древняя из известных архитектур в мире. По оценкам экспертов, ей более десяти тысяч лет. Найденные в районе, где раньше жили древние земледельческие общины, эти монолиты высотой до пяти с половиной метров, судя по всему, использовались для общественных мероприятий и ритуалов. Однако о них известно не так уж много. Большие каменные сооружения с вырезанными на них изображениями животных имеют форму человека. Неподалеку исследователи обнаружили следы домашних построек, предполагая, что эти удивительные памятники возможно сигнализировали о начале движения к современной цивилизации. Артефакты Кимбайя одни из самых интересных когда-либо найденных артефактов. Самое любопытное в них то, что они очень похожи на современные самолеты. Они настолько аэродинамичны, что ученые полагают, что их можно даже использовать в качестве макетов для настоящих самолетов. В 1994 году два авиаинженера создали крупномасштабные модели этих артефактов. Они доказали, что конструкции летают с небольшой помощью современных двигателей. Что действительно удивительно, так это то, что эти объекты возможны на тысячи лет старше первого самолета братьев Рай. Еще одна захватывающая тайна нашего мира.